Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Я надеюсь, что слышно и видно меня хорошо. И приступаю к нашему последнему вебинару, нашей вебинарной недели. Сегодня пятница, и все наши рабочие дни были заняты вебинарами. У нас была активная рабочая неделя. И сегодня мы продолжаем нашу тему, начатую в понедельник. Тема, посвященная проведению вебинаров. Сегодняшняя тема – это практические советы ведущему, то бишь, другими словами, спикеру. Но, как всегда, перед тем, как перейти непосредственно к теме, я хотел бы обратить внимание на две полезные ссылки, которые располагаются в чате в самом начале. Первый из них ведет на наш сайт, сайт Директ Академии, на котором вы можете познакомиться с расписанием до конца текущего учебного года и зарегистрироваться на любой вебинар, который у нас запланирован в это время. Также можете посмотреть записи всех наших вебинаров. И вторая ссылка ведет как раз на наш видеоканал на YouTube, где эти записи хранятся. В настоящее время, если не изменяет память, 275 записей у нас там уже хранится. Это такая большая база знаний по тех экспертов, которые к нам приходили и оставили нам свои записи вебинаров. Там можно найти много интересного, поэтому подписывайтесь на наш канал и будете всегда в курсе того, что будет происходить в Директ Академии. Ну и, к слову, запись этого вебинара тоже уже ведется, и он в свое время будет выложен на нашем видеоканале в YouTube. Также, как всегда, я хочу проанонсировать два следующих вебинара, которые произойдут уже на следующей неделе. В понедельник у нас в гостях будет Алла Носкова, создатель сайта Поступи Онлайн. Сейчас апрель месяц, начинается приемная комиссия, уже активное действие приемной комиссии в ВУЗе. Родители начинают активно думать над выбором, ну, родители и студенты, и будущие студенты, разумеется, абитуриенты, над выбором места учебы. Учебы ВУЗ и абитуриент должны найти друг друга. Вот сайт Поступи Онлайн, он как раз и создан для того, чтобы ВУЗ и абитуриент друг друга бы нашли. Так что приглашаю всех туда, кто имеет какое-то отношение к этому процессу. В качестве родителя, в качестве абитуриента, либо в качестве со стороны ВУЗа, участника приемной комиссии или какого-то иного органа. Во вторник, 17 апреля, будет вебинар «Как Екатерина Великая играла в китайское искусство и почему Рококо привело к французской революции». Будет его вести Софья Багдасарова, искусствовед, историк искусства. Это вебинар, ежемесячные вебинары она ведет, посвященные истории искусства. Приходите, кто у нас уже приходил к Софье Багдасаровой, знает, что ее вебинары всегда интересны и они могут служить собственными учебными пособиями. То есть, посмотрев этот вебинар, потом получив его запись, вы можете, если вы сами занимаетесь преподаванием истории искусства, искусствоведения и похожих предметов, культуры, связанных с культурой, то и записи ее вебинара вполне могут служить дополнительным учебным пособием, которое вы можете использовать в своей работе. Ну что ж, а мы, собственно, переходим к теме нашего сегодняшнего вебинара. Напомню, это второй вебинар из коротенькой серии. Может быть, со временем количество таких вот частей про вебинарное дело у меня возрастет, пока их два. В понедельник мы рассмотрели вот этот вот вопрос, как подготовить контент вебинара, то есть предварительная подготовка к вебинару, как подготовить материалы. И я тогда говорил, что подготовка материала больше, чем на 50% определяет будущее качество этого вебинара. Ну а сегодня у нас вопрос вот этот вот, вопрос взаимодействия. То есть вот начался вебинар, и что теперь спикеру делать, как ему не попасть в просаг, как увеличить качество того продукта конечного, который он производит. Как я уже говорил, вопросы технологии, они, с одной стороны, могут быть достаточно специфичными для широкой территории, с другой стороны, они в той или иной степени освещаются вот как здесь, так и здесь. То есть они немножко растворяются. Можно было бы делать, наверное, отдельный вебинар по технологиям, связанным с проведением вебинара, но это был бы уже такой достаточно специфический разговор. И пока его отставим, вот как я уже по этим стрелкам показал, растворив эти вопросы в том вебинаре, который уже прошел, и в нашем сегодняшнем вебинаре. Ну, под словом взаимодействия, я понимаю широкий круг проблем, с которым сталкивается спикер в процессе проведения вебинара. Ну, вот тут я хотел бы сразу сказать о неком терминологическом несовершенстве того, как мы говорим о человеке, который ведет вебинар. Вот как я сейчас участвую в показе, говорит что-то голосом и так далее. Ну, традиционно это человек, если употреблять не русское слово, это спикер, то есть человек, который, ну, как бы, произносит речь. В русском языке также принято слово ведущий, ведущий вебинара, который ведет вебинар. Ну, слово ведущий за собой часто несет дополнительную нагрузку, которая не очень хороша. Например, ведущим вебинара можно назвать не того человека, который в данный момент подготовил вебинар и будет его вам докладывать. Ну, докладывать тоже очень плохое слово, да? Вести все-таки. Вот. Ну и, например, тот человек, который объявляет спикера, который тоже принимает участие в вебинаре, который подбирает спикеров и так далее. Вот. Который следит за тем, чтобы было все нормально в вебинарной комнате. Вот. Поэтому мы... Я буду сегодня применять слово спикер, более узкое слово. Но если иногда речь пойдет о ведущем, то имейте в виду, что ведущего я имею в виду в смысле спикера тоже. Давайте сначала поговорим вообще о преимуществах вебинара. Этот слайд можно было бы, наверное, показать и на предыдущем вебинаре, но сегодня он более актуален, потому что мы как раз добрались до собственно проведения вебинара. И вот теперь стоит вспомнить, а вообще чем вебинар-то хорош? Ну, начнем с того, что вебинар – это синхронное мероприятие. Если речь идет об онлайн-обучении, где преподаватель и слушатели никогда друг с другом не встречаются, ну, никогда – это очень сильное слово, да, но в процессе обучения могут никогда и не встретиться друг с другом лицом к лицу в физическом мире. Так вот, в онлайн-обучении синхронное мероприятие – это сильное средство. Что значит сильное средство? Это значит, что, несмотря на онлайновый характер ваших взаимодействий, вы все нашли время для того, чтобы в одно и то же время собраться в одном виртуальном месте и произвести такую вот синергию за счет того, что вы все вместе, вы можете одновременно заниматься, взаимодействовать друг с другом, и в своем взаимодействии может появиться какая-то синергия. Под синергией я понимаю следующий момент, что несколько людей в своем взаимодействии могут породить некоторую идею, которая бы при последовательном взаимодействии могла бы и не родиться. Вот так, может быть, несколько смутно, но я надеюсь, что вы понимаете, о чем идет речь. Вот, например, вы сейчас находите в чате, если кто-то из вас будет высказывать какую-то идею или кто-то задавать вопрос, а на основе этого вопроса другой уже человек поймет, что этот вопрос надо переформулировать и задать вот так-то, или кто-то какую-то реплику по поводу этого вопроса даст, то это уже взаимодействие, которое порождает некоторую синергию. Следующие два пункта, они очень смешные, но они очень важные на самом деле. То есть, ну, вроде бы и так понятно. Я вообще сегодня буду говорить много банальных вещей, но на самом деле из этих большого количества банальных вещей складываются вот те качества вебинара, которых мы можем уже не замечать, но которые очень важны. У спикера и у слушателей есть свой компьютер, свой конкретно, который принадлежит им в данный момент, и они много чего могут делать параллельно вебинару. Это порождает тоже новое качество. То есть, в процессе вебинара можно делать какие-то действия, которые будут помогать в ведении вебинара. Например, вы можете дать ссылку на какой-то интерактивный сайт, на котором показано нечто, что важно для проведения вебинара. Или прямо из вебинара вы даете возможность скачать какой-то документ, который потом будет являться, ну, например, домашним заданием. Множество всего можно придумать, что может помочь при проведении вебинара за счет того, что у каждого на своем рабочем месте сейчас есть компьютер, и его можно использовать каким-то образом. Обращаю ваше внимание, что, да, если вот первое качество, оно было присуще только онлайн обучению, да, то есть, это сильное средство в онлайн обучении, а в обычном обучении, ну, и так все встречаются, понятно, что это эта синергия возникает при встрече в классе, да, это все хорошо, то вот эти вот пункты, они уже говорят о преимуществе вебинара даже при очном, по сравнению с очным обучением, потому что, вы знаете, когда меня просят провести те же самые занятия, которые я обычно веду при помощи вебинаров в очной аудитории, мне часто не хватает этой возможности продемонстрировать людям, точнее, продемонстрировать-то я могу, а вот они сами многие вещи посмотреть не могут. Я очень часто в вебинарах передаю какие-то ссылки, которые поясняют мои мысли, а вот, например, людям, которые находятся в аудитории большой, если это только не компьютерный класс, да, передать параллельно ссылки невозможно, они просто сидят и слушают, в лучшем случае записывают и так далее. Так что, вот это большое преимущество, которое есть у вебинара. Следующий пункт, это регулируется степень взаимодействия, то есть вы можете сами понять, какую степень взаимодействия с аудиторией вам необходима. Для этого есть разные технологические настройки. То есть вы можете дать возможность, особенно если у вас мало народу, вы можете дать возможность каждому высказаться через свою камеру, микрофон, можете дать возможность всем высказываться через чат, можете наоборот запретить всем, ну точнее не запретить, а поставить чат на предмодерацию и делать видными только некоторые из реплик. Особенно это может быть полезным, когда у вас есть помощник и он этим занимается и когда очень большое число людей находится в вебинарной комнате. Ну вот, например, вот сейчас мы вошли и мы видим, что все, что находится в чате, это на самом деле выражение просто люди здороваются, потому что принято здороваться. С точки зрения передачи информации это ничего не несет. А если бы здесь было тысячи человек, то вообще любые реплики и особенно там со стороны спикера, они просто утонули бы в этом количестве здрасте в разных других посторонних репликах. Вот, регулировка степени взаимодействия это очень важный момент. Когда-то можно увеличить канал взаимодействия, когда-то уменьшить канал взаимодействия. Ну, в большой аудитории такого невозможно. Там понятно, что вот можно просто не обращать внимания на то, что кто-то поднял руку там или кто-то с места что-то кричит, а так в принципе особо не порегулируешь. Следующее преимущество вебинара, но оно следует из второго и третьего пункта, это то, что мы делимся ссылками. Это очень важно. Имеем такую возможность поделиться ссылками, контекстными ссылками я обращаю внимание, как спикер со слушателями, так и слушатели друг с другом, вот, как в презентации, так и в чате. В общем, у нас есть вот такое вот средство взаимодействия, которое очень-очень важно. В вебинаре мы можем применять также опросы. Опрос в очной аудитории достаточно трудная вещь, то есть можно, конечно, задать вопрос, потом посчитать руки поднятые, но это сделать сложнее, чем в вебинаре. Ну и, наконец, в вебинаре можно применять интерактивные материалы, я уже говорил, да, это тоже все следует из того, что у компьютера, у спикера и у слушателя есть компьютеры, соответственно, можно применять материалы не только явным образом, ну, не только документы в виде документов, которые можно читать и распечатать, но и интерактивные материалы, которые сами по себе являются активными и, ну, которые могут являться, например, какими-то интерактивными обучающими средствами, тренажерами и так далее. И все это возможно на компьютерах слушателей. Это только малая часть преимуществ, на самом деле. Так, то, что бросается в глаза, можно еще там два-три экрана привести. В принципе, после того, как вы начнете вести вебинар, вы это все на себе почувствуете, потому что эти преимущества... Вебинар — это очень специфическая вещь, которая имеет массу мелких удобств, которые сразу не бросаются в глаза. Но когда вы начинаете этим им пользоваться, то вы понимаете, что это преимущество стоит многого. Ну, вот приведу еще там пару преимуществ. Это то, что, во-первых, в вебинаре все принимают участие со своих рабочих мест, либо... То есть, не надо собираться либо со своих рабочих мест, либо из дома, соответственно, не надо откладывать какие-то другие дела, можно вклиниться между делами, не надо куда-то идти, там, тратить два часа на дорогу. Все это естественные вещи, но удобство это понимаешь только тогда, когда часто пользуешься вебинаром, либо как спикер, либо как слушатель. Ну, и о чем мы сегодня с вами поговорим, это такие вот вопросы осветим. Подготовка к общению, рассмотрим вопрос числа участников и спикеров, поговорим собственно о речи, поговорим о проблеме демонстрации материалов, об общении в чате, об опросах, перечислим виды нештатных ситуаций и постараемся разобраться, что с этим делать, ну и немножко поговорим о взаимодействии с организатором мероприятия. Вот, ну что ж, давайте вперед. Подготовка к общению. Ну, частично про подготовку к общению мы уже с вами говорили, когда говорили об подготовке материалов к вебинару. Повторюсь еще раз, там не будет лишним сказать, что подготовка к материалу материалов к вебинару это более 50% успеха вебинара. материалы плохо подготовлены, то и вебинар пойдет абы как. Ну, кроме, собственно, подготовки материалов, материалов есть еще подготовка непосредственно перед вебинаром. Что это за подготовка? Ну, во-первых, те ваши материалы, которые вы подготовили, надо заранее загрузить в вебинар. Особенно, если их много, вот у меня, например, часто бывает за один вебинар десяток или полтора десятка материалов, различных файлов, которыми я буду делиться, презентация, иногда не одна, несколько учебных роликов, ссылки и так далее. Загрузка этих материалов требует там, ну, где-то около получаса. Поэтому не делайте это за пять минут до начала вебинара. Сделайте это заранее. Для этого вы должны заранее понимать, за какое время вам будет открыт доступ к вебинарной комнате и воспользоваться этим. Если это вы делаете напрямую, у вас есть такие права, то просто накануне сделайте это, загрузите материалы накануне вебинары. Если у вас это может делать только организатор, то значит вовремя перешлите все материалы организатору, чтобы он загрузил. Вот. Это важный пункт, потому что можно реально не успеть. Многие спикеры, которые первый или второй раз, даже такие вот топовые эксперты, с которыми пришлось общаться, иногда просто не успевают, реально не успевают к началу вебинара загрузить все, что они хотят. Еще надо иметь в виду, что вебинар это серверная программа, может все случиться, материалы могут не сразу загрузиться, на их загрузку может потребоваться больше времени, чем вы думаете. Например, они вчера загружались за полминуты, а сегодня они пять минут никак не могут загрузиться. такое тоже бывает, поэтому делайте это обязательно заранее. Дальше покажите заглавие вебинара, то есть еще до того, как вебинар начался, надо показывать не пустой экран, а экран, на котором будет понятно, что это будет за вебинар, когда он пройдет, кто его будет вести, то есть другими словами успокоит тех слушателей, которые начнут сходиться за какое-то время до начала вебинара. Вот, как известно у нас, например, с вами, для слушателей вебинар открывается за 15 минут, и вот за эти 15 минут надо, чтобы заглавие вебинара уже висело в том самом месте, где будет скорее всего ваша презентация находиться, то есть на основном экране показа. Дальше, ну, сопряженный, давайте я буду тут ставить, как я люблю, различные циферки. Третий пункт, это загрузить приветствие в чат, ну, или, по крайней мере, как-то обозначить свое, то, что вы пришли. Хорошо, когда спикер поздоровался первым, то есть он первым вошел в комнату, ему, как правило, открывается вход в вебинар раньше, чем участникам вебинара, поэтому он может спокойно поздороваться раньше, до того, как все вошли. Ну, можно не только поздороваться, а какую-то дополнительную информацию привести. Вот я, например, всегда привожу информацию о том, что вебинар откроется, начнется ровно в назначенное время. Вы знаете, вот я очень люблю начинать ровно в назначенное время, хотя некоторые, например, делают паузу минут в пять, ждут, пока кто-то соберется, но в долгосрочной перспективе это плохо, потому что в следующий раз ваши слушатели поймут, что можно не приходить вовремя, а приходить на пять минут позже, потом вы будете ждать десять минут, пятнадцать и так далее. Вот, поэтому лучше всего минуту в минуту, секунду в секунду, вот, двенадцать ровно, и вы начали свой вебинар. Если вы это все уже сделали накануне, накануне у вас все ждет вас, все равно придите за пятнадцать-тридцать минут, проверить, что все нормально, убедиться настроить оборудование, это пункт пятый, да, потому что вчера оборудование могло работать, а сегодня оно не работает, потому что почему-то не схватился вебинарной системой ваш микрофон, вместо одного микрофона почему-то хорошего микрофона почему-то запустился плохой микрофон, веб-камера показывает не так, и так далее. Привести в порядок место, ну, это вроде бы понятная, да, вещь, но не всегда это возможно сделать, особенно исходя из тех преимуществ, что вебинар мы часто смотрим или ведем из того места, которое нам в данный момент удобно, да, это не всегда подготовленное место, ну, вот у меня для этого есть вот такой вот баннер, который сзади меня находится, который прикрывает все то, что я не хочу показать по какой-то причине, у вас тоже может быть либо какая-то ширма, либо сзади могут быть полки какие-то, ну, что-то, что достаточно благотворно влияет, то есть благотворный какой-то фон, благообразный, скажем так, не благотворный, благообразный, вот, не будет смущать ваших слушателей, чтобы там не будет какого-то явного беспорядка. Итак, это пункт шестой, да, да, ну, вот, кстати, по поводу настроить оборудование еще есть такой важный пункт, который нарушается почти всегда, это организовать хороший свет. Ну, мы, конечно, не в студии находимся, да, ну, вот, например, у каждого есть свои проблемы, там, у кого-то, кому-то приходится вести против света вебинар, это совсем плохо, потому что, особенно в солнечный день, потому что виден только контур, у кого-то, вот, как, например, у меня, с одной стороны находится окно, и когда там, несмотря на то, что я относительно далеко от окна, все равно идет засветка одной стороны, с этим достаточно трудно бороться, но, вот, борюсь я вот примерно так, сейчас я вам покажу, как, вот видите, у меня есть такой, сейчас я его сниму и покажу вам, сейчас покажу, вот дополнительный источник света, выглядит он вот так, это такая кольцевая лампа с зажимом, она заряжается, у нее собственные есть аккумуляторы, их хватает минут на 40, на час, как раз вот на вебинар, ну, на что я ее цепляю, показывать вам не буду, не важно, вот, ну, важно, что я могу немножко выровнять освещенность с двух разных сторон, у нее еще есть три, три, три уровня яркости, вот, так что, вот такие вот мелкие штучки, их надо иметь, иметь какую-то лампу, желательно, дополнительной подсветки, она, это может быть, контровой свет, или может быть, фронтальный свет, или вот, как в моем случае, боковой свет, ну, вот, короче говоря, надо для себя что-то, что-то понять, как на вашем месте со светом быть. Следующий, очень важный пункт, это настроить свой организм, что это означает, это означает очень многое, ну, во-первых, каждый болеет своими болезнями, не дай бог, конечно, да, у многих, например, проблемы с говорением, связанными с тем, что, что-то с легкими, или с бронхами, или с горлом, вот, у кого-то какие-то другие проблемы, и надо понять, что следующий час, следующий час вы не сможете отлучиться, и вам надо как-то настроиться, то есть, откашляться, выпить воды, привести свой голос в нормальное состояние, состояние, да, и надо просто понимать, что вот, да, этому надо уделить время, и вы должны находиться в нормальном состоянии в начале, в начале вашего спикерства, просто вот ваш организм не должен ничего требовать от вас. следующий пункт, убрать источники шума, ну, по возможности, конечно, лишние телефоны, там, то, что может шуметь, там, если очень громко за окном, то прикрыть окно, и так далее, то, что может помешать. Дальше пункт, это убрать лишние вкладки и лишние приложения, которые могут вам помешать, и, кстати, которые могут тоже вызывать какие-то неприятные вещи, например, слать постоянные уведомления, которые будут вас отвлекать, и так далее. Ну и наоборот, убрать лишние вкладки и включить те вкладки, которые вам понадобятся, заранее включить те вкладки, которые вам понадобятся, о которых вы будете говорить, и ссылки на которых, возможно, вы будете давать. Последний пункт, это включить запись, это буквально за 5 секунд до того, как вы начнете вебинар, включайте запись, запись вебинара вести, ну, практически всегда необходимо. Я не знаю никаких теорий, кроме, может быть, каких-то конспирологических, почему не надо вести запись вебинара. Мне кажется, что ее надо вести в любом случае, запись вебинара, поэтому просто всегда знайте, где находится та кнопочка, на которую надо нажать перед вебинаром. Вы, конечно, можете эту обязанность оставить, например, на вашего организатора, если вы так с ним договорились, но лучше себя держать, всегда помнить, что на эту кнопку надо нажать. Вы знаете, вот, например, в моем опыте для меня это всегда была проблема. Я первые свои, ну, буквально 50-100 вебинаров очень часто, примерно, там, процентов 30 случаев просто элементарно забывал нажимать на эту кнопку. Я уже не знал, как себе напомнить. Ставил специальные будильники, вот, но в конце концов, как-то вот просто довел этот процесс до автоматизма, то, что перед тем, как нажать на кнопку начать вещание, я нажимаю на кнопку записи. Вот, это просто надо довести до автоматизма, потому что иногда вы хотите записать, а забываете, а вот просто забыли и испортили вебинар, потому что не будет записи, а его все хотят. Да, не, ну, вы знаете, Евгения, для чего писать, можно тысячи причин найти. Очень трудно найти причины, для чего не писать. Так, не дышать микрофон, смотреть на камеру. Да, ну, это уже, собственно, вы знаете, это уже не подготовка, это уже пошло, собственно, в само взаимодействие. Да, включили запись, ну, и осталось только нажать на кнопку «Поехали». Она у меня называется «Показать видео и звук». Да, ну, я ее так условно назвал. Вчера у нас был «День космонавтики», поэтому я ее назвал кнопкой «Поехали». Все, с этого момента этап подготовки завершается и начинается этап, собственно, ведения вебинара. А вот теперь поговорим, отвлечемся и поговорим о таком важном параметре вебинара, как число участников и спикеров. А, ну, про число спикеров я особо говорить не буду. Это такая очень специфическая вещь, специфическая вещь, потому что я считаю, что нормальный вебинар, да, это когда один спикер единовременно разговаривает. Все остальное, когда одновременно в вебинаре находятся два, три, четыре, пять и более спикеров, надо уже относить к другому жанру. Это уже скорее видеоконференция. Хотя она может применяться и при помощи вебинарной системы. Введение видеоконференции это особый жанр и о нем надо говорить отдельно, поэтому мы об этом говорить сегодня не будем. Я хотел бы сконцентрироваться на таком важном параметре, как число участников. И тут появляются вот такие вот моменты. Я здесь просто буду демонстрировать вам какие-то картинки и буду их комментировать. Тезисов у меня не будет, они будут устные. Так вот, я утверждаю, что вообще говоря, при числе участников до 50, от 50 до 500 и более 500, это три совершенно различных жанра. То есть это хоть и то, и другое, и третье вы будете называть вебинаром, но это совершенно разные жанры. Но тут можно было бы еще выделить число участников, скажем, меньше 10. Это тоже особый жанр, который больше похож на консультацию и такую приватную, неторопливую беседу. Тем не менее, рассмотрим вот каждый из этих случаев. Первый случай. Число участников до 50. В принципе, спикер может каждому из, каждого из вас, ну, как это сказать, он, конечно, вас не видит, если вы присутствуете только в чате, да, но он еще вас различает друг от друга. То есть он видит ваши фамилии, он, особенно если это не просто вебинар, который проходит на открытую аудиторию, а, скажем так, занятие в группе, то он как-то вас, он помнит, кто какие домашние задания сдавал, ну, хотя бы примерно так, хотя бы на 50%. То есть он вас с кем-то ассоциирует. Не просто вы для, вот, фамилии, имя, отчества, да, а он помнит, что вот этот товарищ ходил на другие вебинары достаточно часто, а этот вот задает такие вопросы, он, видимо, первый раз на вебинаре. Вот какие-то у него представления есть. То есть вы для него еще пока индивидуальные участники. То есть он вас, несмотря на то, что, может быть, никогда в глаза не видел, но вы для него обладаете некими индивидуальными характеристиками. Вот, начиная с числа участников от нескольких десятков до нескольких сотен, эта грань уже стирается, потому что одновременно заполнить, запомнить число участников там в пару сотен, даже в сотню, уже трудно. То есть для него вы уже некое поле участников, с которыми он ведет в основном фронтальную беседу. Он, конечно, может вас как-то раскрутить на вопросы, он может вам задать какой-то опрос и так далее. он может среди вас еще выделить примерно с десяток активных, а всегда в чате обычно активничают процентов 10, ну, максимум 20 от всего состава. То есть, если совсем не заниматься раскруткой аудитории, то где-то процентов 5-10 могут активно принимать участие в чате. если активно заниматься раскруткой аудитории, задавать вопросы, теребить, то можно вовлечь где-то процентов 20-30 аудитории в активное обсуждение в чате. Вот, и вот тогда вот этих вот, которые в чате принимают активное участие, еще можно как-то индивидуализировать, остальных в общем-то уже нет. ну, и за предельный случай больше 500, это вот вы здесь нарисованы, да, такие вебинары тоже есть, есть популярные темы, которые собирают огромное количество людей, мастер-классы в виде вебинаров проводятся, ну, тут вообще происходит нечто, это скорее можно сравнить с каким-то концертом или очень популярной лекцией в каком-то огромном помещении, чат в этом случае может жить своей собственной жизнью, то есть, там постоянно что-то происходит, что-то, кто-то с кем-то разговаривает, там, у спикера уже нет возможности в этом чате быстро отвечать на вопросы, он иногда даже он и в конце не может это все пролистать, если только эти вопросы, там, как вот у нас, например, не задаются в отдельную вкладку вопросы, в общем, тут все должно быть формализовано и, как правило, в таких случаях для работы в чате спикеру потребуется помощник, который будет за него выполнять вот эту работу в чате, а на спикере будет только возложена функция собственно провести вебинар. Вот, ну, вы когда начнете проводить вебинар, вы вот это вот очень быстро поймете. То есть, я первый раз, я никогда не принимал участие в вебинаре в качестве спикера с числом участников больше 500, но однажды у меня было около 300 участников, и я быстро понял, что это совершенно иные энергозатраты, и, в общем-то, держать эту аудиторию постоянно в тонусе это это очень сложно. Вот, вот об этом я хотел бы вас предупредить, о том, чтобы вы примерно понимали бы заранее и готовились бы к этому, кто и сколько у вас будет, то есть, будет ли это вы знаете, да, Ольга, вы знаете, я просто уже сколько ни говори, а все равно люди в основном будут задавать вопросы в общий чат, поэтому я уже даже отчаялся об этом говорить, что вопросы лучше задавать во вкладку вопросы. Вот тут в данном случае сказывается, наверное, такая, мы поговорили о положительных чертах вебинара, наверное, надо было сделать еще и вкладку с отрицательными, да, характеристиками, а они на самом деле суть, то есть, это вот сосуд, сообщающиеся сосуды, то есть, то, что в одном случае является преимуществом, в другом случае является недостатком. Ну, вот, например, то, что на вебинар могут все заходить, когда хотят, да, кто в начале, кто в середине и так далее, ведет к тому, что появляется огромное количество людей, которые не слышали то, что сказал спикер в самом начале, некий, он мог осветить какие-то организационные вопросы, поэтому в самом конце вебинара появляются обязательные слушатели, которые задают вопрос, а могу ли я скачать презентацию, а будет ли вестись запись, там, и так далее. Все про то, что вот сказано было в самом начале. Вот, ну, кроме того, в самом начале слушатель мог быть подключен, но в это время находиться где-то в своей соцсети и одним ухом только слышать. вот из-за этого вот такие недостатки вебинара тоже есть, да, и поэтому, да, во вкладку вопросы задают только организованные люди задают свои вопросы. Может быть, лучше и не знать, а вы, не знаю, мне кажется, что лучше знать, вы об этом узнаете, когда у вас чат начнет вращаться, как как сумасшедший. Вот, и когда там начнут появляться люди, которые там не повторяются фамилии, постоянно там что-то меняется, вот, вы это поймете. Так что, нет, лучше все-таки знать, вы знаете, это как-то настраивает на, можно просто настроиться на разные модели поведения. Ладно, про это поговорили, теперь коснемся, наконец, вопроса речи, я смотрю, я думал, что вебинар сегодня быстро пройдет, но на самом деле мы дошли только до половины, а уже столько всего пришлось сказать на фоне небольшого количества пока слайдов. Итак, подготовка к речи, это продолжение вопроса подготовки, да, надо иметь в виду, что длительная речь это большая физическая и умственная нагрузка, поэтому к ней надо подготовиться, первое, что надо сделать, это поставить перед собой стакан воды, обязательно воды без газа, теплой воды, то есть не обязательно теплой, подогретой, но комнатной температуры, это не должна быть ни горячая вода, ни чай, горячий тем более, ни кофе тем более, это должна быть именно простая вода комнатной температуры и к ней вот, да, вот когда про помехи со звуком мы в самом конце поговорим про вообще про технические помехи. Вот, поэтому подготовьтесь хотя бы вот физиологически, попейте воды перед тем, как будете это делать, ну и рекомендуется примерно выпивать вот такой вот стаканчик воды во время вебинара. Вот я сейчас отхлебну, чтобы голос мой не пропал к концу, к концу вебинара. Вот, ну если хотите об этом узнать подробнее, у нас проводился целый вебинар 1 ноября Юрий Майский его проводил по поводу того, как подготовить голос к работе с аудиторией. Ну в данном случае вот при работе с вебинаром это действует на все 100%, целый целый вебинар был по этому часовой, так что кому интересно может об этом может послушать. Ну у каждого есть на самом деле свои сложности с голосом, кто-то что-то не выговаривает, кто-то мямлет, кто-то забегает вперед там или произносит какие-то звуки длительные и так далее. Вы должны понимать, сами должны понимать свои недостатки и по возможности с ними бороться. Правда не все они непосредственно от голоса идут, некоторые имеют характер уже такой психологический, просто говорят, что люди в зависимости от того, какой у людей психологический тип, у них разные недостатки в речи могут проявляться. Вот, например, Иосиф Бродский, он всегда у него мысль заходила вперед того, что он говорит, поэтому он периодически запинался и с этим ничего нельзя было сделать. Вот у него такой вот был психотип такой был. Повторю этот кадр, который был на прошлом вебинаре. Ваши презентационные материалы, не обязательно презентация, тут написано вообще все ваши материалы это только графическая часть. Надо иметь в виду, что в вебинаре будет речь и речь возможно будет главной. Вот, поэтому все ваши материалы должны дополнять друг друга. Речь должна дополнять видеоряд, а видеоряд должен строиться исходя из того, что он будет дополнен вашим голосом. Вот, поэтому когда я говорил про презентации, говорил о том, что стройте презентации так, чтобы потом было понятно, что вы будете говорить в этот момент, а не так, чтобы вы открыли слайд и прочитали то, что на нем написано. Это неправильно. А сейчас я говорю наоборот, когда вы строите свою речь, опирайтесь на те визуальные акценты, на те реперные точки, визуальные, которые вы поставили в вашей презентации. То есть вам те картинки и те тезисы должны как раз составлять скелет, по которому будет строиться речь в вашем вебинаре. То есть ваши слайды, они одновременно являются и вашей подсказкой. А все остальное должно находиться у вас, ну, в основном, если вы, конечно, только не подготовили полностью свой вебинар в текстовом виде, это ужасно на самом деле, если вы так сделали, если вы только не умеете писать сценарий, да, потому что, вот, у меня были достаточно хорошие спикеры, которые впервые вели вебинар и которые жаловались о том, что, ну, это такой огромный текст надо написать, да, это же огромная работа, вот, и только вот где-то на второй-третий раз при работе с этими спикерами, мне пришлось убедить, что речь должна быть свободная, то есть, это должна быть импровизация на основе тех тезисов, которые вы записали, а не прочтение по бумажке, озвучка каждого из этих слайдов. Этот слайд я вам тоже показывал, теперь покажу немножко в другом аспекте его. структура речи внутри вебинара должна, конечно, иметь свою собственную структуру, да, и вот это то, что я сказал на предыдущем слайде, то, что визуальные акценты должны служить сигналом к речевым акцентам, то есть, ваша речь должна делиться на какие-то явные части, связанные с визуальными образами, вот этот визуальный образ, он, например, говорит нам о структуре, и мы сейчас говорим о структуре, вот, ну и желательно, чтобы сам вебинар внутри имел какую-то структуру, звуковую уже структуру, то есть, разные его части могут читаться, может быть, разным темпом, или некоторые из них могут быть эмоциональными, другие сухими, и так далее, в общем, постоянное изменение акцента речи, оно ведет к тому, что гораздо лучше воспринимается речь вебинара. Говорите быстрее, ну, тут, конечно, нельзя говорить совсем быстро, да, но, по крайней мере, нельзя говорить очень медленно. Вебинар, который ведется медленным темпом, он очень сильно надоедает, и его с большой вероятностью люди покидают, поэтому вот есть такое исследование, правда, про видео у Курсера, о том, что каждое дополнительное 22 слова в минуту прибавляет 1% к удержанию слушателей в ролике. Вот, ну, про вебинар примерно то же самое могу сказать, что темп надо держать, и от темпа многое зависит. вот, старайтесь это делать, да, тем более, что при вебинаре нет необходимости что-то диктовать, да, как вот в классе, в старорежимном классе часто, а теперь запишите определение, да, вот этого вебинара нет, поэтому вы можете просто говорить с той скоростью, которая необходима для восприятия. Ну, между тем, хочу сказать, что даже те люди, которые говорят быстро, все равно, например, в записи их можно воспринимать еще быстрее, поэтому мое всегда руководство или совет, который я всегда даю слушателям, если вы хотите послушать вебинар, посмотреть, послушать вебинар в записи, вы смело можете в ютубе выставлять коэффициент полтора, а то и два, вот, и вам будет все еще понятно. Таким образом, вы вместо полутора часов потратите 45 минут, сэкономите свое время, ну, а в случае, если что-то не расслышите, можете вполне повторить или уменьшить скорость до такой, как вам надо. Идемте дальше. Да, вот очень сложное правило, которое для спикера очень сложное, не молчите дольше трех секунд. если я замолкаю и начинаю, например, просто начинаю ничего не говоря, смотреть вопросы и раз замолкаю, потому что мне надо все прочесть, а я не понимаю, ой, так, куда-то я, то в этот момент все начинают беспокоиться вообще, а есть ли звук, там, а не зависли вебинар, или что сейчас делает спикер, почему он там, он с нами не общается, это гораздо острее, чем в аудитории, если в аудитории там преподаватель может посмотреть журнал, куда-то отойти, все равно контакт сохраняется, он находится с вами в одном и том же контактном поле, условно говоря, он может там подойти и щелкнуть вас по носу, то здесь мы вот, я, камера и вы в чате, больше ничего нету, поэтому очень важно, когда что-нибудь говорить, например, ну, хотя бы просто читать те вопросы, на которые вы еще даже не знаете ответа, вот, другими словами, не молчите, найдите, чем заполнить паузы, даже если у вас есть какие-то технические паузы, пытайтесь их заполнить собственной речью, ну, да, вот, очень такое хорошее замечание, что видеоролик это не только дополнительный материал, но и способ переключить внимание, способ, способ, повод для вашего голоса отдохнуть, попить водички, слушателям вашим отдохнуть от вашего голоса и переключиться на какой-то именно на другой вид потребления информации, поэтому показывать видеоролики в вебинаре это здорово, ну, конечно, должны быть ролики, которые подтверждают ваши мысли, возможно, ваши же собственные скринкасты, либо какие-то ролики по теме, и вот один из таких роликов мы с вами сейчас посмотрим, он как раз очень хорошо попадает в нашу тему, это ролик, открытый ролик, который в открытом доступе опубликовала замечательная студия, которая называется Меркатор, называется она система Станиславского для выступающего, то есть, что означает система Станиславского для того, кто хочет выступать, в данном случае, вот это мы с вами, и давайте этот видеоролик посмотрим, он очень полезен. Ну, а слайд я заглавил вот так вот, расскажите историю, это означает, что если в вашем вебинаре есть какая-то драматургия, ну, если, может быть, не в вебинаре, то в отдельной теме, или даже внутри отдельного слайда, то это очень здорово, потому что любая драматургия, она поддерживает контакт со слушателями, вот, она создает какой-то интерес не только к самой теме вебинара, да, но и интерес внутренний какой-то, к самой драматургии, поэтому всегда рассказать историю, ну, конечно, вы вебинар не для того проводите, чтобы просто обы какие истории рассказать, но если вы можете сформулировать вашу тему в виде истории, то это здорово, вот, ну и сейчас мы посмотрим вот этот вот ролик, он мне очень нравится, я его часто показываю по разным поводам, вот сегодня очень хороший повод его показать. Бывает, приходишь в театр, смотришь спектакль, а смотреть-то не, ну что, скучно, или хуже того, актер, как говорят, плюсует, орет, дергается, натрывается, но внутри он пустой, и зрители даже жалеют его, ну, что ж ты так мучаешься, дорогой, отдохни. Но бывает и так, что актер вроде бы просто говорит слова, а зрители в зале плачут. Вот как это происходит? Ответ дал Константин Сергеевич Станиславский более 80 лет назад. Он придумал систему не для гениев, а для того, чтобы любой актер мог достойно играть. Актеры обязаны ее знать, но основой системы полезно узнать всем, кому приходится выступать на публике. Ведь именно система может сделать выступающего, как теперь модно говорить, харизматичным. Система сложна, но в основе три принципа. Сверхзадача, сценическое действие, вера в предлагаемые обстоятельства. Так их назвал сам Станиславский. Сверхзадача. Сверхзадача это цель актера. Нельзя просто произносить текст. Всегда надо понимать, зачем ты это делаешь, чего добиваешься, чего хочешь. Ну, а для не актера этот принцип можно сформулировать так. Что должны сделать мои слушатели после выступления? Вот именно что они должны сделать? Вы можете возразить, нет, ну мне надо просто рассказать и все. Вот это просто рассказать и есть первый шаг к скучному выступлению. Начните подготовку с того, что напишите ответ на вопрос, что они должны сделать после моего выступления. И это будет первый принцип системы Станиславского. Второй. сценическое действие. Наличие цели еще не делает актера интересным. Интересным его делает борьба за эту цель. А чтобы была борьба, нужны препятствия. Итак, действия по Станиславскому это не физические движения, это борьба. Что это значит для не актера? Мы написали цель. А теперь зададим себе вопрос. Почему они этого не делают? Ну, например, я хочу, чтобы все делали зарядку. Но не спешите говорить о ее пользе. Задумайтесь, почему ее не делают? Может быть, все дело в лене? Отлично, тогда будем бороться с ленью и говорить именно об этом. Искренняя борьба всегда интересна. Сами озвучивайте возражения и парируйте. Критикуйте свою позицию и защищайте ее. Задавайте себе острые вопросы и отвечайте на них. Это вас увлечет, сделает интересным и харизматичным. Боитесь, что будете выглядеть комично? Не бойтесь. Для этого есть третий принцип. Вера в предлагаемые обстоятельства. Это то, что дает актеру искренность. Механизм примерно такой. Актер, произнося текст Шекспира, воображение переносится в свою личную историю, которая эмоционально его трогает. Ну, например, в реальной жизни бросила девушка. Прекрасно, буду думать об этом. Очень важно увидеть эту ситуацию как можно более реально. Правда в воображении дает правду на сцене. А если мы не актеры? Сложно же думать об одном, а говорить другое. Так и не надо. Соблюдайте простое правило. Меньше общих слов, больше истории, которые можно увидеть, то есть с описаниями событий, трогают вас лично и помогают добиться цели. Увидьте свою историю и расскажите ее. А если у меня нет своей истории, она есть. Надо только внимательно поискать. Итак, система Станиславского для оратора это поставить себе цель, как что они сделают. Самому продумать все препятствия, что могут помешать цели, называть их и бороться с ними. Меньше общих слов, больше конкретных историй. Систему Станиславского боготворят актеры всего мира. А мы в России знаем ее мало. Зря. Ведь в ней разъясняется тайна не только хорошей игры, но и прекрасных публичных выступлений. Система наше национальное достояние. Удачи вам и прекрасных выступлений. Ролик замечательный, я его часто использую, он очень полезен. Вы знаете, он полезен что вот для проведения вебинаров, что для записи учебного видео, то есть вот это вот так хорошо настраивает на... Я в общем по себе понял, что этот ролик о правильных вещах говорит, потому что в тот момент, когда ты говоришь о своем собственном опыте и у тебя соответствующая эмоциональность появляется и сразу и харизма появляется откуда-то и все в общем все нормально. Вот. Как только ты начинаешь говорить просто об общих вещах, к которым не имеешь отношения, то это начинает быть скучно. Я ответил почти на все кроме не успел поместить ссылку на слайд по работе со слайда по работе с голосом на вебинар Юры Майского. Вот. Ну, может, сделаю это после вебинара. Вообще, вам советую скачать презентацию сегодняшнюю и там эта ссылка есть. Поехали. У нас еще уже нет времени, а еще много слайдов осталось. Итак, демонстрация материалов. При демонстрации материалов надо следующие принципы соблюдать. Чем разнообразнее материалы, тем лучше. То есть, если у вас есть не только презентация, но и какие-то другие материалы разных форматов, вот, например, видео, там, может быть, какие-то PDF-файлы, которыми вы делитесь, и так далее, и так далее, это хорошо. Чем чаще вы визуальные контрасты переключаете, тем лучше. Ну, ничем чаще, конечно, каждую секунду это нельзя делать, но, например, раз в 10 минут вполне можно переключить визуальные контрасты. Ну, и, да, это можно делать не всегда при помощи разных материалов, можно внутри одной презентации создать такие контрасты, и тогда переключаться между ними. Ну, и, соответственно, управляйте темпом показа, да, чтобы какой-то момент может много времени занять, какой-то мало, вот, ну, этим надо управлять. Напоминаю, что при демонстрации вам может понадобиться что-то отмечать. Вот сегодня я постоянно ставлю единички, двоечки, там, и так далее, мышкой, правда, у меня не очень красиво это получается. Вот, не пренебрегайте этим материалом, да, вот можно какие-то кружочки рисовать. Заранее в вашем вебинаре, который вы, в вашей вебинарной комнате, поймите, какие у вас есть возможности для рисования, что вы можете подключить к себе, вот, и используйте их обязательно, потому что это дополнительный прием к оживлению статического слайда. А все, что оживляет статический слайд, это здорово, это действует на удержание. Напоминаю вам, что в процессе демонстрации вы можете использовать скриншоты, и эти скриншоты вы можете не только делать заранее, но и прямо в процессе. Я не знаю, многие ли из вас были на предыдущем моем вебинаре, но напомню, что я там советовал вам использовать скриншотеры, которые можно прямо в реальном масштабе времени что-то сделать, скриншот, и показать прямо здесь и сейчас. Вот я использую, например, вот этот скриншотер Clip2Net, и вот давайте я вам покажу, как быстро можно его использовать. Я делаю скриншот нашего чата, чтобы было понятно, что это я сделал прямо сейчас. Вот я снял этот скриншот, я в рамочку выбрал один из вопросов, точнее одну из реплик. так, я на другую реплику поставил стрелочку, я отправляю этот скриншот в облако, беру его адрес, и делюсь с ним в чате. Вот можете посмотреть, как быстро я сделал скриншот, и что это заняло, наверное, секунд 20, не больше. То есть изготовление скриншотов в вебинарах становится вполне допустимым действием прямо здесь и сейчас, то есть в процессе синхронного взаимодействия, не для заранее подготовленных, подготавливаемых материалов, а в процессе, прямо в процессе действия. И обязательно используйте этот пример, да, это очень быстро, и вот видите, я успел его снять, часть экрана снять, сделать заметки, послать в облако и послать вам ссылку, и все это за 20 секунд. Вот, ну, есть другой скриншотер, Monosnap, который позволяет то же самое делать с короткими роликами, не буду сейчас показывать, то есть здесь здесь можно делать не скриншоты, а уже коротенькие учебные скринкастики такие, и тоже это не длительного действия, а здесь и сейчас. Особенно хорошо вот это скриншоты и короткие скринкасты применять, когда у вас вебинар на малое количество людей, когда он носит такой характер скорее консалтинга, нежели фронтального вебинара, а вот в этом случае у вас и времени чуть-чуть побольше, и вы можете прямо объяснить человеку какое-то действие. Скринкасты. В данном случае я просто демонстрирую тот слайд, который был у нас на прошлом вебинаре, но из него вырываю вот этот путь про немой скринкаст. Все-таки про первый путь скажу. Скринкаст это видеоролик, который подготовлен на основе вашего экрана. Вы что-то на экране демонстрируете, записываете экран своим голосом, комментируете и у вас получается видеоролик. Еще проще немой скринкаст, это когда вы ничего не комментируете, а у вас один только видеоряд. В этом случае есть две возможности для использования немого скринкаста. Все, что происходит на экране и так настолько очевидно, либо вы так мастерски это записываете, что это очевидно, что не требует комментариев, это достаточно большое искусство и надо дозированно применять. И второй путь, который я предлагаю, это изготовление немого скринкаста в расчете, что потом на вебинаре вы будете его демонстрировать голосом пояснять в реальном времени. То есть уже в процессе вебинара будет происходить объяснение голосом. Голос идет вот сейчас будет идти от видеокамеры, то есть от микрофона сейчас, а запись будет идти та, которую я заранее подготовил. И вот в большинстве случаев немой скринкаст это хорошая альтернатива демонстрации экрана, которую надо применять очень дозированно. Об этом я чуть-чуть попозже скажу. И вот сейчас и скажу о том, что демонстрация экрана это то, что позволяет делать большинство вебинарных комнат, но это очень такой обоюдоострый режим. Во-первых, это наиболее режим нагружающий вебинар, иногда не успевает прокачаться по каналу демонстрации рабочего стола. Во-вторых, не всегда все происходит так, как мы хотим. Если мы показываем экран и прямо здесь и сейчас хотим показать, как это работает, а оно вот оно и не работает. Ввели вы такой, нажали на эту кнопочку, получили не тот результат. И получается у вас такой вот черновой вариант, вместо того, чтобы вы что-то показывали, как что-то работает, вы показываете, как что-то не работает. Это не всегда хорошо. Коллеги, есть звук у других? Напишите. Да, ну, тогда значит это проблема со стороны слушателя. Однако, демонстрация экрана хороша при консалтинге. когда вам задают конкретный вопрос, и вы мышкой буквально ведете руку вашего того человека, который задает вопрос, и показываете, да, вот здесь надо так нажать, а здесь надо так нажать. Так что режим этот все-таки достаточно полезный. Это полезно, когда надо показать живую систему, то есть не ту систему, которая была вчера, а ту, которая существует в реальном масштабе времени и с вашей стороны, и со стороны слушателя, который тоже в этой системе находится и пытается что-то сделать. Но, однако же, в большинстве случаев это хорошо заменяется на немой скринкаст. Как правило, не как правило, иногда режим демонстрации экрана включается просто от того, что люди не хотят тратить время на подготовку заранее. Считают, что в этом месте я просто покажу живую систему и все будет хорошо. Иногда у них все хорошо получается, если у них система нормально работает, а иногда и не очень хорошо. Поэтому я, например, предпочитаю всегда показывать по возможности скринкаст, который будет потом озвучен моим голосом. Он заменяет живую демонстрацию в 90% случаев. Про общение чатем. Расскажу этот, я показывал этот слайд в прошлый раз, еще раз покажу, потому что чат это не только часть, контентная часть, но и часть, связанная с общением. В чате у нас телеграфный стиль, у нас у спикера нет времени на литературный стиль, поэтому две строки просто дать ссылку, односложный ответ и так далее. На большего времени нет. В чате нет спеллчекера, поэтому будьте внимательны. Если вы что-то написали неграмотно, это плохо может отразиться на вашем реноме, внимательно читайте, что вы пишете. Следующий пункт, соответственно, делайте заготовки текстов и ссылок. если вы точно знаете, что в этом месте вам надо будет в чате сделать то-то и то-то, просто сделайте текстовые заготовки, которые потом просто скопируете ваш чат. Ссылки надо давать в чате, но в разумном количестве, чтобы их успели посмотреть слушатели. Не надо делать из чата каталог ссылок. если вы спикер, настройте свой цвет чата, если это возможно, на какой-то другой. Вот здесь я, например, что-то сейчас напишу. Вы видите, что появилось красным цветом, это значит, что мои реплики будут виднее, чем все остальные реплики. Собственно, что и надо, чтобы появился какой-то контраст. про опросы. Зачем нужны опросы? Опросы дают обратную связь для спикера. Это очень важно, когда вы... Елена, я вам советую просто зарегистрироваться на нашем YouTube канале, и там есть... Можно и не регистрироваться, можно просто зайти. Там есть огромный плейлист, который называется «Вебинары», и в этом плейлисте на самом верху появляются свежие вебинары. Они появляются не сразу, там, в течение недели, но этот вебинар уже точно там лежит на самом верху, и можете его посмотреть. Сейчас просто я не могу на это потратить время, чтобы это сделать, точную ссылку найти. Опросы разогревают аудиторию. Иногда это важнее, чем дать обратную связь. То есть иногда даже спикеры делают такой опрос, который для них не очень важен. Вроде бы он такой вот, ну, считает вот так слушать, или считает, и бог с ним, да? А вот с точки зрения разогрева аудитории это важно. То есть аудитория начинает активничать, что-то, нажимать какие-то кнопки, и вот такой искусственный прием для разогрева применяется. Опросы делят аудиторию на части, а это часто интересно. То есть по отношению к какому-то вопросу могут слушатели занимать противоположные позиции. И когда этот опрос прошел, то, соответственно, потом эти люди могут начать спорить друг с другом в чате, и это тоже часто важно с тем, чтобы поднять активность в чате. Опросы позволяют оптимально настроить состав вебинара и сделать акценты на главном. Ну, понятно, что кардинально изменить состав вебинара в процессе вебинара уже невозможно, потому что план уже построен, но можно на каких-то слайдах какие-то слайды пропустить, какие-то слайды наоборот на них сделать акцент, и для этого опросы очень важны. Если опросы являются простеньким тестом, то следует следовать упрощенным правилам тестологии, то есть хоть примерно применять вопросы так, как это в тестах делают. Например, не делать правильный ответ визуально более заметным. Вот это одна из самых больших ошибок тех, кто начинает работать с тестами, ну и соответственно с опросами тоже. Исключить отрицание в вопросе теста, избегать излишней сложности формулировки вопроса, ну все это очень опросы очень, ну почему наши спикеры, вот я не очень люблю опросы, например, я люблю больше задавать вопросы голосом, а у нас есть много спикеров, которые опросы очень любят, вот например, в среду у нас будет очередной вебинар Дмитрия Кричмана, очень любит применять опросы, постоянно их применяет. Итак, поговорим о нештатных ситуациях. Вот я попытался перечислить на первом слайде технические нештатные ситуации, отключение электричества, перезагрузка компьютера, пропадание, вот вы знаете, со всеми из этих нештатных ситуаций я сталкивался. Пропадание интернета, нестабильный канал интернета, узкий канал интернета, подвисание браузера или вкладки с вебинаром, выбрасывание спикера из вебинара, авария на стороне сервера, нестабильная работа сервера, насыщение сервера, все это бывает, и с этим как-то можно бороться. Конечно, самое главное, чтобы люди понимали, что это вебинар, и что все может случиться. Если вот он, вы есть и вы пропали, надо просто подождать минут 10, пока вы решите свои проблемы, не больше 10 минут. Иногда проблема решается за полминуты, иногда проблема решается и за полчаса. Были такие случаи, когда у нас спикер, который очень был нам нужен, у него просто пропало электричество и мы его ждали полчаса. Не все правда дождались и так далее. Гораздо хуже, когда это происходит периодически. Например, интернет периодически пропадает, находится в мерцающем режиме, вот это очень плохо, очень выматывает спикеры, потому что он постоянно пропадает, ему надо переподключаться к интернету, он не всегда сразу возвращается. Вот это нестабильный канал, это тоже не очень здорово, потому что спикер вроде как есть и узкий канал, но его периодически то не слышно, то он квакает, то его изображение начинает замирать, это очень в чате сразу поднимается волна по этому поводу, нам не слышно, нам не видно, и спикер теряет самообладание, потому что он не понимает, что происходит, ему же надо еще и причину выяснить, он по ходу делает, достаточно сложно для него. Более простые случаи, это когда просто подвис вебинар, или вас выбросило из вебинара, надо просто как можно быстрее снова войти в вебинар, ну и тут могут быть проблемы, например, потому что если у вас ограничение на числа слушателей, то может так случиться, а это ограничение уже перейдено, то может случиться так, что вас выбросило, а назад не пускает, потому что вас там 200 человек ждут, а вы войти не можете, потому что вы в 201-й. Вот со мной были и такие случаи, например. Ну и наконец, не все связано с вашим каналом и с вашим компьютером, очень часто это происходит на стороне сервера, например, сервер насыщается, не может так быстро обрабатывать видеоданные, ну например, много вебинаров одновременно ведется на этом сервере, и он начинает выдавать ошибки, похожие на плохой канал связи. И вот на вот этот пункт, да, и вот получается, что все думают, что вот у меня или у спикера плохой канал, интернет, а на самом деле это не интернет, это все нормально, на самом деле это с сервером проблемы. Ну вот это вот тоже надо уметь каким-то образом из этого выбираться, дело, это больше, конечно, проблема организаторов, чем самого спикера, но вот когда спикер, организатор в одном лице, то приходится как-то это все разруливать. Ну а другие нештатные ситуации связаны с, если это были объективные ситуации, то это субъективные ситуации. Несоблюдение тайминга, превышение, вот я сейчас, например, не уложился времени, этот виминар для меня совершенно новый, поэтому я почему-то считал, что он закончится гораздо быстрее, а вот оказалось, что сказать гораздо больше есть чего. Вот, ну, несоблюдение будет как в одну, так и в другую сторону. Вот, бывали случаи, когда у меня спикеры приходили, у них все было записано на бумажке, они дрожали, и вроде бы и сказать было много, и много слайдов, а вместо часа они укладывались там в 12 минут и все, и как бы что-то прочитали по бумажке, ничего не прокомментировали и завершили вебинар. Все, это, как говорят, фиаско, да, вот, ну, сильно задерживаться тоже, конечно, нехорошо. Нештатные ситуации не успели полностью подготовиться, то есть, хотели рассказать о многом, а получилось какое-то хождение по разным вопросам, не связанным друг с другом, вот, не связанным. Это, конечно, тоже не здорово. Вот, очень частый случай, материал не грузится. Помните, я говорил, что надо заранее это все сделать, а вот вы пришли за 5 минут, и вот вам надо срочно подгрузить 5 файлов, а они медленно грузятся, и вы не можете начать вовремя вебинар. Это тоже нештатная ситуация, которая выбивает спикера из коллеги, и потом он начинает хуже вести вебинар. Материал выглядит не так. Об этом я говорил на первом вебинаре, когда говорил, что используйте стандартные шрифты, не используйте анимации в ваших презентациях, а то вы рассчитываете на нее, а ее-то не будет, да, и шрифты сдвинулись. Так что убедитесь, что все нормально, пролистайте загруженную презентацию до того, как начнется вебинар. Да, ну вот еще нештатная ситуация, почти никто не пришел. То есть ждали 20 человек, пришло 2. Это, конечно, спикер очень действует угнетающе, потому что он чувствует свою ненужность сразу, и так далее, и может сорвать уже со своей стороны вебинар. Ну, надо держать себя в руках, тем не менее, держать удар. Аудитория не готова. То есть вы рассчитывали на одну аудиторию, а пришла другая совсем аудитория, она вас не понимает. И эта неготовность, она может по-разному выразиться, может выразиться в агрессии в чате, может выразиться в молчании, или в отчуждении, или в каких-то других вопросах. Ну, и вот частный случай, это аудитория настроена негативно. По-разному может происходить, почему аудитория настроена негативно. Например, их там силком согнали всех на ваш вебинар, или там они с самого начала, ну, например, из названия вашего вебинара они поняли одно, а когда вы начали читать, они поняли, что ответа на свой вопрос они не получат, либо разошлись, либо начали как-то негативно это все комментировать. А негативные комментарии, это всегда на спикере сказываются негативно. Тут одна только, один только вариант, если это, конечно, не троллинг, который надо блокировать, а просто некий негатив, то надо просто держать себя в руках и не не падать духом. Полностью пассивная аудитория, ну, такое тоже бывает, это не то, чтобы очень сильно сказывается на спикеры, но это говорит о качестве проведения вебинара. Вот троллинг и негатив в чате, особенно про троллинг, там бывает, что приходят какие-то люди, которые специально говорят гадости или из просто из каких-то побуждений, как говорят хулиганских, могут что-то печатать в чате непечатное и так далее. Желательно, чтобы за этим следил организатор или если вы прямо в роли организатора, просто у вас есть право если не блокировать, но в разных вебинарах по-разному либо блокировать этого человека, либо его реплики удалять быстро. Ну и наконец, технические проблемы у одного или у нескольких участников. Мы уже рассмотрели технические вопросы, которые у вас происходят, а бывает, что на той стороне. И человек-то не всегда знает, что это у него проблемы. Он думает, что это у всех проблемы и начинает возбуждать чат своими проблемами. С одной стороны, это важно, даже если у одного проблемы, то надо что-то делать, но по крайней мере подсказать ему, что в данном случае надо принять какие-то меры на его компьютере. Но вот такие люди активные, которых 200 человек, у них все слышно, а у двух не слышно почему-то. И они начинают возбуждать всю аудиторию, и чат превращается в разборки между людьми, у которых слышно и у которых не слышно. Это часто спикера отвлекает, и он может потратить на это лишнее время как-то и тоже как-то неадекватно воспринять и так далее. В общем, надо спокойствие, только спокойствие. Ответ на вот эти все случаи, то есть спокойно разбираемся, разгребаем эти ситуации, ни в коем случае не выходим из себя, остаемся над проблемой, а не под ней. Ну и наконец последнее. Дошли мы, это взаимодействие с организатором. Тут у меня просто вот такой вот есть кадрик, да, вот это вы, вам требуется помощь, а вот это организатор, который должен вам эту помощь оказать. То есть, конечно, если вы опытный спикер, провели более там сотни вебинаров, то в конце концов вы можете совместить эти роли и в одном вебинаре быть и организатором, и спикером. Ну вот как я сейчас, например, нахожусь, мне никто не поможет, если что-то произойдет. Вот, я сам должен понимать, что и как произошло. Но особенно поначалу надо быть, чтобы на вашем вебинаре присутствовал кто-то, кто может освободить вас для чисто спикерских функций. На вас и так много всего лежит. То есть, вы должны вести вебинар в соответствии с теми рекомендациями, о которых я вот полтора часа почти говорил. А еще тут нештатные ситуации решать. Так вот, поддержка со стороны организатора это очень важно, особенно для спикеров, которые недавно стали спикерами вебинаров. И вам надо заранее договориться о том, что организатор будет присутствовать вебинаре и как-то решать проблему. если не организатор, то хотя бы какой-то наблюдающий админ, который вас поддержит в случае технических всяких неприятностей. Ну, и тут я хотел бы сказать еще дополнительную вещь, что спикеру часто может помочь, особенно при большом количестве людей, спикеру может помочь соучастникам. Я бы даже не назвал его помощником, а скорее такой соспикер, который на самом деле занимается всеми вопросами в чате. Вот у нас был ряд вебинаров от компании Stepik, они очень грамотно разделили. На все вопросы отвечал специальный человек в чате, который был уполномочен это делать и отвечал подробно, гораздо подробнее, чем мог себе позволить спикер. Спикер так только поглядывал на то, что происходит в чате и все. Вот собственно это все, что да, ну и от организатора надо обязательно получить обратную связь после вебинара, попросить его чат в виде отдельного файла, возможно список слушателей, которые вы потом проанализируете, кому-то ответите по почте может быть или будете использовать для своих нужд, получить запись вебинара, потому что спикер конечно может нажать кнопку записи, но он не всегда может эту запись потом получить на руке, потому что запись получается в уже администратор вебинара только может получить, это с другими правами человек, вот, договориться с организатором, что эта запись будет ему предоставлена, ну и так далее, и так далее. Все, мы тему нашу осветили, я потрачу еще одну минуту для того, чтобы рекламировать свой курс, который будет проходить с 22 мая по 21 июня, называться он будет учебный цифровой контент, это очень просто, я вас приглашаю на свой курс и позволю себе дать ссылку в в чате для того, чтобы вы ознакомились с моим курсом, с программой, возможно, вам что-то покажется интересным и принятие решение участвовать. Да, вот, коллеги, вам тоже спасибо за то, что вы пришли, меня в последние две недели было достаточно много в качестве спикера, на следующей неделе у меня будет еще один вебинар, а потом я в течение почти полутора месяцев буду как спикер отсутствовать, буду только как организатор присутствовать. Вот у меня такая волновая активность, когда-то меня много, когда-то меня мало. Не надоест, это тоже важная функция спикера, поэтому в следующий раз встретимся в конце следующей недели, ну а потом уже только в июне. Всем спасибо, напоминаю, что следующая неделя вебинарная у нас тоже будет полная, вся неделя заполнена вебинарами, пять вебинаров на следующей неделе будет. До новых встреч, встретимся в Директ Академии. До свидания. Директ Академии.